Мой iPad Nano. Сегодня у меня вот такой вот Apple девайс, модель A1366, модель 2012 года. Давно не приносили, когда они только появились в 2012 году, вот где-то в 2013 уже начали носить. Основная проблема на этих iPad это западали кнопки, или кнопка включения, которая работает, в данный момент я показываю, или кнопки звука. Если присмотреться, то можно увидеть, да, что кнопка уменьшения звука, она стоит чуть-чуть выше кнопки увеличения звука, ну и соответственно уменьшение. На уменьшение работает, на увеличение стоит. То есть тот самый контакт, который находится непосредственно между кнопкой металлической и верхней они, и он отсутствует. то есть элементарно открываем. Вот, как я показывал в прошлом году, мы решали проблему кнопок с помощью суперклея и какой-нибудь маленького пластикового контакта. То же самое делаем здесь. сложно ничего нету. Вот открывается ipod nano со стороны стекла, то есть приподнимается стекло. Вот. сзади находится такая вот клипса для пристёгивания. Ориентироваться можно по этой клипсе, то есть если она открывается в эту сторону, вот как я вам показываю, да, то дисплей у нас открывается вот в эту сторону, в противоположную. здесь у нас находится шлейф. В принципе сейчас, сейчас я вам покажу. Включаем термофен, нагреваем нанесиво. Можно с включённым дисплеем. Дисплей поплыл. Отсюда приподнимаем, то есть со стороны противоположной открытию клипсы. Безопаснее всего открывать дисплейный модуль. Вот видите, да? То, о чём я вам говорил. Досторонний скотч аккуратно срезаем. Досторонний скотч аккуратно срезаем. Вот такой шлейф. Аккуратно срезаем. Теперь поднимаем дисплей, с этой стороны у нас находится шлейф. Итак, открываем защитно-металлический экран. Здесь у нас стоит по-моему металлическая резиновая заглушка, еще один винтик, разные винты, обратите внимание, поэтому не надо их путать. Под резиновой заглушкой находится винтик немного крупнее, и так аккуратно снимаем металлический экран. Что мы здесь видим? Мы здесь видим разъемы. Итак, подключаем айпад, точнее покажу поближе. Подключаем разъемы дисплейного модуля. Аккуратно снимаем. Так, здесь вы видите батарейку и системную плату. Чтобы поменять вот эту вот кнопку, нам необходимо снять батарею. еще один из основных моментов разборки данного айпода нано, это снять правильно батарейку. Раньше, когда их часто носили нам, как я уже говорил, при снятии батарейки холодной, очень часто повреждали обшивку с той стороны, соответственно, батарея выходила из строя. Вот. И потом приходилось менять батарейки. Снимаем пластик. Давайте отключим батарейку. Отпаиваем плюс. Далее данный девайс необходимо нагреть. Нагреть можно на сепараторе. Конечно, было бы удобнее. В принципе, можно и нагреть термофилом. Разбереть. Затем. Продолжение следует... Нагреваем ту часть, где находится батарейка... Чтобы было удобнее ее снять... Аккуратно отсоединяем... Батарейка у нас осталась на минусе... Тот проводок, который мы не отпаяли... Выбираем ее в сторону... Как видите, обшивка нормальная... Здесь ничего не повредили... Далее... Далее снимаем пластиковый скотч, который здесь находится... Видите, он снимается... Он снимается с двусторонним скотчем батарейки... Прилепите его куда-нибудь в сторону... Целым и невредимым, чтобы залепить его обратно... Далее... Здесь находится шлейф кнопок... Вот... И вот здесь под двусторонним скотчем... У нас находится... Резкость пропала... Винтики... Которые мы должны открутить... Винтики... Иважные... Винтики... 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 Откручиваем три одинаковых винта. Вытаскиваем кнопки звука, вот как я вам говорил. Как видите, вот здесь отсутствует черный контакт, вот такой вот. Если поискать его здесь же на месте, было бы отлично, если бы мы его нашли, мы его по-моему нашли. Вот он. Набираем его в сторону. Сейчас мы его посадим на суперклей. В принципе, вопрос будет решен. Если же у вас не работает кнопка включения, что тоже очень часто бывает, то аналогичным способом отключим вот этот винт. можно уже не трогать. Достаем кнопку и точно так же. Брызгнул клей. В самом деле там. Ужена всего лишь одна вот такая вот точка. Вставим контакт. Вставим контакт. Прижимаем. Слетел. Прижимаем. Доклейка. И все. В принципе суперклей схватывает моментально. Вот. Можно ставить обратно. Вот. Можно ставить обратно. Вставим. Закручиваем винты. Закручиваем винты. Далее. Лепим обратно в двусторонний скотч. Если он повредился, такое бывает при съеме, можно наклеить новый какой-нибудь изолирующий. Ну и сюда соответственно двусторонняя. Вкладываем батарейку. Застегиваем разъем. Припаяем обратно плюс. Припаяем плюс. Оставим. 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 Вставим обратно защитную. отвлекли меня здесь немного принесли телефон на ремонт и так застегиваем разъем дисплейного модуля клики работают ipad включили и так пристегиваем разъемы далее ставим защитный экран металлический так все должен оставляться перед этим давайте закручиваем закрутим винтики сюда вот нашел винт другой вот винтик с более широкой шляпкой и более мелкий шоу у нас сюда резиновая заглушка ставим ее на место ну и двусторонний скотч который мы вот отсюда сняли если он не сильно повредился не потерял свои свойства то можно прилепить его обратно либо приклеить новое включаем фен прогреваем двусторонний скотч возобновляем как говорится частично его свойства далее шлейф дисплейного модуля вставляем внутрь и застегиваем уплотняем как видите кнопка заработала итак друзья всем спасибо за внимание это у нас была был apple ipod nano 1366 модель 2012 года надеюсь видео было кому-то полезным подписывайтесь на наш канал задавайте вопросы всем удачи в ремонте до свидания